И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдейба-Гурова. Здравствуйте, мои удивительные, здравствуйте, невероятные, здравствуйте, самые прекрасные души на этой планете Земля. И всё это именно так и есть, ведь то, что вы уже находитесь на моём канале, то, что вы смотрите этот эфир, это есть ваше вовлечение в Ангела-Хранителей, в Отца Небесного, и это и есть происходит уже наш с вами момент взаимодействия. Милые мои, хорошие, удивительные и славные, благодарю каждого за то, что вы просматриваете мои видеоэфиры, за вашу обратную связь, за то, что пишете мне, за то, что Леночка Пархоменко из Израиля, город Назарет, постоянно со мной взаимодействует, пишет мне и говорит, Танюша, когда же будет новый-новый выпуск, мы очень-очень ждём. Мне это так приятно, потому что, Леночка, вы даже не представляете, как вы можете, вот как вы можете меня вот всё время сподвигать на эти действия. У меня действительно есть очень много знаний и очень много всего того, что сказать. Но как-то так происходит, что вот я думаю, что я выложила ту порцию всех своих знаний, всё то, что происходило со мной во время начала взаимодействия, из-за того, что вот какие перемены со мной произошли, те внутренние состояния, всё чувство. Я всё так, благо Отцу Небесному Ангелу и Хранителю, что они постоянно меня вовлекали, вовлекали и говорили, делись, 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 делись. И я вот благодаря этому всему записала и выпустила огромное количество видеоэфиров. Вот сейчас, какие я знания получаю, я, как мне ангелы-хранители говорят, даже те мои какие-то желания познать этот весь мир, как они говорят, это ангелы-хранители меня вовлекают в эти желания, и я их постоянно должна порционно получать, получать. Но дело в том, что, как мне кажется, что многие люди ещё не готовы это всё, они как бы ещё не осознают этого всего, какие-то моменты не понимают, и я думаю, как-то себя сдерживая этот весь процесс выдавания знаний, понимаете? Я вот в нём сижу, нахожусь, я это всё перевариваю, это всё складываю по полочкам в своей голове, потому что это очень на самом деле сложно, а наше человеческое сознание, оно многие вещи глобальные, не может их как бы воспринимать и связывать, да, и потом это как бы, как сказать, отслеживать все свои действия в жизни. Это очень-очень сложная вообще вся система Вселенского мира Божественного Отца Небесного. И единственное, что хочется говорить всегда простыми словами, чтобы это было более доступно, потому что я думаю, что считаю, что немногие готовы вообще это слушать. Во-первых, они даже слушают, может быть, даже не понимают. Вот, не понимают и скажут, о чём она это говорит, женщина, да. Поэтому я себя как-то сдерживаю, и я решила раз в неделю хотя бы записывать эти видеоэфиры, чтобы давать вам обратную связь, чтобы показывать, что я здесь, со мной всё хорошо, и мало того, что хорошо, всё благостно, и слава Отцу Небесному, живу, здравствую и творю и созидаю. Вот. Сегодняшний эфир. Сегодня, кстати, во сне лежала и думала через сон, сквозь сон, что нужно встать, записать эфир, нужно встать, записать эфир. Потом встала, думаю, ну зачем-то, он столько всего информации, пусть ребята слушают и как-то, ну, вот это изучают, этот момент, и может быть, и достаточно. А то получаю утром сообщение от Леночки. Она говорит, Танюша, мы ждём нового эфира. Благодарю вас, Леночка, за то, что вы так вот меня бодрите, да, и как бы возвращаете вот в этот мир, чтобы я тоже с вами ещё делилась. Честно вам скажу, признаюсь, что взаимодействие с ангелами-хранителями, понимая, как этот мир создан, всё меньше и меньше хочется вот быть вот в этом материальном, физическом пространстве и взаимодействовать, как-то какие-то такие дела делать и что-то обсуждать не хочется. Знаете, почему? Потому что всё и имеет последствия всех наших действий. И поэтому, когда ты всё это понимаешь, ты как-то входишь вот в этот мир божественный, и тебе всегда в нём благостно. Вот просто тебе в нём благостно и хорошо, и ты просто вот живёшь, живёшь, творишь, созидаешь, работаешь, живёшь, взаимодействуешь со своими близкими, любишь, и вот всё у тебя как-то так вот хорошо-хорошо-хорошо гармонично проходит. И ты ни во что, ни во что не вовлекаешься, потому что ты знаешь, что все действия, которые человек делает, нехорошие действия, это есть его вовлечённость в другие миры, понимаете? И поэтому я себя всегда даже не сдерживаю, мне уже не нужно себя сдерживать. Я молюсь Ангелу, о взаимодействии с Ангелом и Хранителем, молюсь Отцу Небесному и пребываю вот в этом состоянии. И мне в нём так хорошо и комфортно. Вот, ну, это, конечно, тоже большое, неправильно так делать. Я не скажу что-то большое, ну, может быть, это, наверное, это грех. Ангелы-хранители не говорят, а это грех, то, что я скрываю вот эту благодать и то, что я не делюсь. Это как бы грех, это значит, что ты идёшь не по закону божественного, божественного мира. И потому что нужно делиться знаниями, познаниями о мире Отца Небесного. Как бы помогать людям вовлекаться в этот мир, и чтобы они были более гармоничны, жили благостную жизнь и были более счастливыми, наполненными и созидательными. Вот, а я вот в последнее время как-то немножечко расслабилась в этом плане, потому что вот мне вот так вот хорошо вот одной со своей семьёй, и вот я и всё, и живу. Вот, милые мои хорошие, любимые, замечательные, родные, простите меня за это. Я буду исправляться, я буду исправляться хотя бы раз в неделю, записывать эфиры и говорить вам о том, что какая благодать и какое большое счастье находиться во взаимодействии с ангелами-хранителями, и какое невероятное блаженство это быть под защитой Отца Небесного, находиться в его благодати и жить вот так вот. Ну, просто это удивительно. Я молюсь Отцу Небесному, чтобы вот это вот счастье продлилось до самой последней минуты моего существования на Земле. То, как я принимаю мир, то, как я с ним взаимодействую, то, как я себя чувствую, то, как мир относится ко мне и как он проявляется во всех таких невероятных чудесах. Да, кстати, вот и о чуде. Сегодня, сегодня 6 января, и с 6 января на 7 января, это православные люди отмечают рождение Иисуса Милосердного. Я так как проживаю в другой стране, здесь католический календарь, и отмечали Рождество Иисуса Милосердного с 24 на 25 декабря. Вот. И как-то я сегодня разговаривала с одной из своих близких людей, и она мне тоже говорила, что вот, ну, там дискуссия у них ведется, какой день правильный отмечать, какой день неправильный, когда на самом деле Иисус Милосердный пришел на Землю, и как это все было. На что ангелы-хранители, они всегда говорят такую вещь. Во-первых, ангелы-хранители мне рассказывали о дате, когда появился Иисус Милосердный, когда появился на свет вот этот наш проявленный, когда Он пришел. Когда это было, эти даты я вам говорить не буду, потому что не каждый человек готов вообще воспринимать то, что высшие силы могут говорить нам то, что на самом деле было до нас, до нас самих, потому что история переписывается много раз, и переписывается для, не для, не для блага человека, а, как правило, это все наоборот, какие-то службы, они делают все вот эти разделения между людьми происходят. В общем, не единение происходит, так как, как мы видим, все разделение, и каждый человек, который относится к той либо или иной ветве религиозности, он начинает доказывать свою историю. Вот, поэтому я об этом говорить не буду. Ангелы-хранители мне говорили на самом деле, когда Иисус Милосердный появился на Земле, потом, что на самом деле с ним было. Этого тоже не буду говорить, я не знаю, может быть, такой случится день, когда я эти вещи скажу, потому что я не хочу, чтобы люди какие-то начали что-то мне говорить, и вообще это разводить демагогию, потому что высшие силы слышу я, и как это все объяснить, как это работает, это, ну, просто верх понимания человеческого, понимаете? Вот, и поэтому ангелы-хранители говорят в данной ситуации, что главное – оставайтесь людьми. И если уж вы верите, веруете в истинность прихода Иисуса Милосердного, то будьте, пожалуйста, более, ну, душами благородными, понимаете? Рождение Его, Рождению Его надо радоваться, но оно не должно проходить такие бездумные гуляния, которые приносят со собой чреватые последствия. Ибо Иисус Милосердный пришел сюда для того, чтобы сказать вам о том, что есть Отец Небесный, Создатель наших душ, понимаете? Вот, и уж если в вашей личности такое желание отмечать в этот день приход Иисуса Милосердного, то отмечайте, не доказывая другому человеку правоту вашего понимания этого мира, вашего восприятия этой веры. Не нужно этого делать. У вас ваше видение, вы понимаете это так, радуйтесь тому, что этот святой человек, эта душа, которая пришла в этом обличии Иисуса Милосердного, это Сын Отца Небесного, единственный, который вернулся к Нему, который воскрес из мертвых, из живых, и который явился потом людям. Это единственное божественное создание, уникальное, неповторимое. Еще и ангелы-хранители всегда говорят, я об этом говорила, когда записывала молитву Иисусу Милосердному, о том, что Иисус Милосердный в высших мирах, именно именуется Иисус Милосердный, не Христос, потому что Христос – это слово «крест». Но ангелы-хранители всегда говорят, Иисус принес сюда милость Божью Отца Небесного. Он Милосердный. Он пришел для того, чтобы показать код Бога, который есть, любовь. Эта любовь, она выражается у нас в милосердии друг к другу. И поэтому его в высших мирах называют Иисус Милосердный. А то, что как его назвали и сопоставили с каким-то инструментом, на котором он был распят, это уже такие человеческие какие-то моменты. Вот. И поэтому я, когда молюсь Иисусу Милосердному, молитву, которую они мне дали, это именно Иисус Милосердный. Сын Божий Иисус Милосердный. Вот. А по дням это уже каждый, ну, как каждый, как был воспитан, в каком ключе был воспитан, и какая дата у него обозначилась на приход Иисуса Милосердного, то это уже, ты не можешь этого человека менять, и это неправильно, и потому как это единого мнения все равно не будет. От того, что у нас мы разделены на разные, религиозные ветви, у нас уже единение никогда вот в этих датах никогда не сможет случиться, пока один единственный человек какой-нибудь на земле не останется, или даст Бог, что мы все прозреем в один момент и станем вовлечены во взаимодействие с ангелами-хранителем, и нам придет вот этот дар Божий, откроется, и мы уже будем иначе вообще смотреть на этот мир, на друг друга, и на силы небесные, которые приходили, приходят до сих пор для того, чтобы спасти наши души. Вот, и поэтому такая немножечко к вам информация, да, пожалуйста, или будьте добры, неправильно говорят, пожалуйста, я об этом говорила ранее, будьте добры, никогда не ведите споров по поводу того или иного праздника, который обозначен в ваших календарях православных или католических, или что-то. Веруйте, верьте с любовью, с уважением друг к другу. А самое первое – это с уважением к Божественному созданию Иисусу Милосердному. Я готова лично каждый день праздновать и благодарить, не праздновать, а радоваться, радоваться тому, что Иисус Милосердный был на нашей земле и что Он принёс вот это вот прекрасное, олицетворял Бога через себя. Он есть олицетворение Отца Небесного. И это глупо, когда люди начинают, особенно в божественные праздники такие, начинают вести споры, начинают доказывать, чья дата правильная или неправильная, когда это всё происходит. Никто из нас, из вас, из нас не знает, и даже я не знаю. Хотя я мистик, и я каждый раз прошу Ангелов-Хранителей, чтобы они хоть немножечко меня приблизили к тому, что на самом деле было когда-то. Но даже меня, взаимодействующие с Ангелами-Хранителями, они не могут допускать ну вот к этим архивам. Потому что всё даётся частично, помаленьку, немного, чтобы это усваивать. Потому что наша природа человеческая такая. Если нам что-то сразу даётся, то мы это всё воспринимаем в штуки. Даже я, когда мне Ангелы-Хранители что-то говорят, какую-то информацию, у меня сразу так, я начинаю по полкам в своём голове то-то-то-то я читала так-то, это так-то, а как это, почему это вот то-то-то-то-то. У нас всё сразу такой анализ в голове происходит и мы начинаем сопоставлять какие-то факты. Такова природа человеческая. Мы так растём. Если бы у нас не было бы вот этих каких-то таких школ, то может быть мы по-другому жили бы и воспринимали. Допустим, если бы мы жили бы как вот есть такие планеты, где там только взаимодействие Отца Небесного и эти создания, которые там живут в других мирах, они рождаются, они знают, что есть Отец Небесный, они исполняют, они живут по законам, делая всё грамотно, чётко, как вот положено и по инструкции, вот так и живут и никуда не отклоняются, понимаете, вот их мир именно вот такой. Наш мир, он разнообразный, человеческий мир, он настолько разнообразный и он и задуман именно таким, потому что мы с вами вырабатываем вот эту энергию, жизненную энергию, которая и помогает Вселенной расти, двигаться и нашей планете как бы то же развитие происходит вот этого мира проявленного. Поэтому мы все нужны здесь, мы все должны быть здесь и мы все взаимодействуем с разными мирами, ну за исключением некоторых людей, которые может быть взаимодействуют только с одним миром, со своим определенным и идут. Я, например, уже многие, многие месяцы и уже, наверное, даже больше двух лет взаимодействую только с высшими силами, самим хранителями, вовлекаясь только в мир Отца Небесного. Для этого я все делаю и молюсь, и постоянно молюсь, 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 и это взаимодействие мне, во-первых, помогает жить в стабильности, быть в таком гармоничном, приятном состоянии, в благодати Отца Небесного, я ее испытываю постоянно, я ее ощущаю, я ощущаю эти энергии, которые рядом со мной взаимодействуют, и я понимаю, что такого благослового состояния у меня не было с самого рождения, и вот до того момента, как я не начала взаимодействовать с ангелами-хранителями. Понятное дело, у меня был период, как я начала взаимодействовать с ангелами-хранителями, я прошла высшую школу мистика, она очень тяжелая, и дается она не каждому человеку ее пройти, там все происходит по его восприятию, и по адекватности, и по состоянию того, что серьезности вот в этом своем выборе пути, потому что это очень нужно пройти, вы понимаете, все это нужно пройти, а потом выйти на другой, на другую ступень, или, как это правильно сказать, не хочу говорить эти уровни, ступени, просто перейти на другое, ой, чтобы никого никогда не обижать, потому что я не хочу говорить, что кто-то выше, кто-то ниже, нет, это просто уровень, наверное, какого-то твоего мышления, развития и понимания того, как происходит, вот, создается вот этот мир, и, в частности, твой собственный мир, и когда ты начинаешь понимать, как твой собственный мир создается, а, естественно, значит, мы, каждый из нас причастны к тому, что вокруг нас происходит и происходит на большие слои населения, это распространяется, поэтому, когда ты начинаешь это все понимать, когда ты понимаешь, ты когда начинаешь анализировать и понимать, как вот твой именно мир создался и что ты делаешь и какие действия, после каких действиях происходит ну, как бы вращение вокруг тебя вот этих высших энергий и как они тебя приводят к достижению каких-то твоих праведных целей, понимаете, для того, чтобы твоя жизнь была стабильна, чтобы у тебя было и питание, и жилье, и прочее, прочее, ты начинаешь как-то становиться совершенно другим человеком, и поэтому это большая школа, это большая школа, это большой сдвиг в твоем сознании, и ты просто начинаешь благодарить судьбу ангелов-хранителей за то, что они помогли тебе войти в этот мир, и из этого мира не хочется уходить никогда, никогда, я только молю всегда Отца Небесного, чтобы я всегда находилась в этом состоянии, даже если вдруг какая-то случится такая трагедия, что со мной что-то, что я не понимаю вдруг, чтобы только это благодать, и чтобы я так быстро трансформировалась в другой миру, ушла. что хочу сказать, что человек, который хоть немножечко приблизится к этому, хоть немножечко, хоть на какой-то маленький-маленький шажочек сделает в своем открытии в своем уме, то он начнет понимать, как можно изменить жизнь свою. А первое, это вовлекаясь в веру в Отца Небесного, в ангелов-хранителей, и потом запускается такое колесо, которое приводит тебя, закручиваются такие благостные события, вокруг тебя они идут, 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 и такая череда приходит таких приятных уновений, и каждый день он наполнен чем-то таким добрым, хорошим, и вот вы понимаете, ты начинаешь в этом состоянии просто плыть, и ты плывешь без напряжения, тебе нет напряжения, тебе нет страха, тебе ничего такого не беспокоит, это просто оно само, само, само так идет, идет, а ведь это на самом деле не так уж сложно сделать, первое, что вы должны сделать, это вовлечься в веру в Отца Небесного, вовлечься, это значит поверить, и поверить всем сердцем, всей душой открыться Ему, и начать молиться, 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 и разговаривать с Ним, разговаривать, и благодарить, благодарить, благодарить отца небесного иисуса милосердного мать небесную взаимодействие с ангелами проходит приходит проходит очень это несложно делать люди которые думают что это так сложно на самом деле нет как только вы начинаете верить верить в существование ангелов-хранителей которые действительно постоянно рядом с вами находится 24 часа в сутки семь дней недель постоянно во время вашего первого рождения души из каждый раз перерождением ангелы-хранители находится рядом с вами как только вы это все начнете осознавать как только вы начнете благодарить за то что они были всегда рядом с вами вот сразу же ваше взаимодействие с ангелами-хранителем начнут усиливаться всегда думайте об этом всегда верьте в это и это действительно так и происходит вот всегда верьте в это не не как ангелы-хранители говорят мы слишком сама сама влюбленные что ли сама сама уверены в себе и думаем что мы вот такие одни герои вот я родился человек такой прекрасный я все сам могу на самом деле нет и даже вот когда я не с ними взаимодействую и изучаю мир отца небесного как мы все как мы все находимся вот в этом мире в проявленном какие у нас взаимодействия происходят как могут передвигаемся и что мы делаем они всегда говорят что это все ваши есть взаимодействие вы по своей природе ничего сами не можете и тогда я спрашиваю получается что когда я какие-то знания там получали вот ну я читаю что-то изучая они говорят это все есть взаимодействие ангелы-хранители потому что они тебя вовлекают а ты их слышишь и начинаешь это все все эти познания себе улучшать нас в сфере деятельности в творчестве созидание во всем в ремеслах это все есть взаимодействие высших сил нас высшие силы ведут и если вы к этому стремитесь если у вас есть эта тяга допустим как у меня мне все время желание рисовать 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 это есть взаимодействие потому что ангелы-хранители мне всегда говорят изучай все техники они тебе нужны это опыт для души и потом для твоей работы и это созидание есть и творчество и то есть благодаря благодать и высшее высшее духовное наслаждение вообще высшие как правильно сказать высшая степень развития души это так такие слова говорят в общем душа а должна развиваться она развивается через познание этого мира через созидание она вы знаете что душа наша тоже растет вот они все показывают она растет в размерах тоже и поэтому вот это выражение когда раньше люди говорили у него огромная душа до человек большое сердце большой души это не просто так потому что человек люди которые занимаются чем-то темным нехорошим агрессивным злым у них она становится очень маленьких размеров душа она и когда сжимается вот когда человек созидает творчеством занимается когда взаимодействует с ангелами хранителями когда он вовлечен в веру в отца небесного когда он благодарен ему когда он живет под его защитой находится постоянно находится находится он под защитит только тогда когда он верит него потому что через веру открывается ваша дуальная труба ваш портал и идет в соединение с отцом небесным с его светом с его силы вы должны знать что свет отца небесного идет всегда он идет на зе он пребывает на земле всегда этот свет его но мы не каждый к нему открыто того что мы ходим под этом светом это не значит что мы с ним взаимодействует у нас просто закрыто это все понимаете и у нас нету вот этой благодати как бы вот это дверца закрыта если так вот просто как они мне объясняют это шлюз да не могут ну это они говорят своим своим духовным высоким языком которые мы эти слова не понимаем и вот они мне это объясняет по мере моего мышления поэтому вы знаете что взаимодействие с ангелами хранителями и получение знания от них это тоже великий великий большой труд на самом деле потому что ангелы хранители все время доносят мне информацию только по мере моего вот этого образного мышления чтобы я это понимал потому что у нас очень узкое мышление ангелы хранители говорят мы очень примитивные создания и нам вот этот весь мир вот этот весь процесс очень трудно трудно принимаем и трудно понять и поэтому мы и вот так вот к богу тоже относимся потому что мы его глазами не видим как мы видим свою маму и папу да и вот когда мы маму видим ее боимся мы знаем например вот ангел сейчас хранитель мне говорит благодарю тебя мне все вот в таких этих подсказками дай говорит пример мы видим маму свою ли папу да вот папа нас будет ругать за то что мы не сделали уроки и поэтому мы идем школу он погрозил да нам скажет вот я тебя накажу если ты плохо будешь учиться и ты делаешь уроки даже делаешь уроки не для того чтобы знание улучшить для того чтобы стать образованным человеком а ты делаешь для того чтобы папа не ругал правита мы это делаем или мы убираемся дома или что-то делаем стираем убираем потому что мы знаем что мама придется работы уставшим нас будет ругать и мы у нас это есть их облик мы знаем что вот наш отругает и мы быстренько это делаем но из-за того что бог это нас отец небесный невидимый но он сущий даже когда в молитве горю очень наш невидимый но сущий он не видел для нашего глаза потому что это неправильно чтобы мы его видели потому что это так это такая божественная игра где мы не должны видеть ибо мы не сможем проявить свое внутреннее божественное творческое начало вот и это ты она же тоже благо мы должны это понимать что это ты она же тоже благо какие-то вещи не видеть но мы должны осознавать что есть отец небесный бог есть который все видит который все знает и который тоже нас может поругать как и папа и мама но нас не будет ругать физически какие-то предпринимать к нам меры уничтожительные или что-то у него другое у него другая программа у нас такая стоит программа которая работает ангел-хранитель не подсказывает мы как бы сами себя уничтожаем понимаете мы своими действиями как бы не хорошими действиями рождаем противодействие против себя которая к примеру мы совершили что-то плохое отправили в мир и мир настолько настолько правильно идеально построен этот мир до нас невидимый но эта программа так работает у нас есть программа мы все с вами запрограммировав программу программные устройства так скажем все что мы плохое выдаем в мир это все должно прийти к нам и работать как наказание самих себя понимаете мы всегда наказываем сами себя и как только мы это поймем так сразу мы начнем делать только хорошее благое и праведное а отец небесный у него наказание иное и это даже не наказание опять же отца небесного это опять же мы наказываем сами себя плохими действиями мы начинаем свою дулю закрываем возможность взаимодействия с ангелами-хранителями и отца небесного благодать мы закрываем и наша душа начинает мучиться взаимодействие с другими силами и вот через взаимодействие с другими силами она как бы должна опять научиться тому что в виде что как ей было благостно и хорошо когда она делала хорошее и как ей стало плохо когда она сделала плохое но не каждый человек к сожалению это понимает и он зарастает в это плохое постоянно плохое дел и дел и дел и дел и так он погружается в это плохое что потом даже после смерти уходит вот в эти миры которых отрабатывает свою программу через отработку своей программы он должен опять возродиться и опять начать свой путь сначала отрабатывать каждый свой поступок и если он не осознал и не понял что этот поступок вызвал его в жизни неприятность если он это осознал то он значит поднимается на ступень вершись каждый раз поднимается поднимается понимается и опять достигает уровня бога отца небесного и если повезет то выйдет на этот царствие небесное и уже будет помогать отцу небесному строить другие миры а миры они всегда строятся они всегда создаются ничего не стоит на месте и если вы видите какой происходит на земле колоссальный прогресс постоянно с момента рождения человека и до сегодняшнего дня посмотрите за 2023 год прошло 2023 года с того момента как якобы люди стали производить запись посмотрите какие произошли колоссальные изменения то можете себе представить что в божественном мире отца небесного какие вселенные строятся и что там есть потому что если вы заглянете внутрь себя и посмотрите на себя даже просто посмотрите как ваши клетки работает сейчас слава отцу небесному есть такие программы есть исследовательские учения вы можете материалы где вы можете увидеть как ваши клетки как белок попадает как ему иммунные клетки работают как солдатики красные тельца белые тельца работают если вы даже просто посмотрите насколько уникальны ваши клетки даже представьте какой уникальный ваш организм то можете себе представить какое как какой невероятный просто удивительный весь этот организм если это можно назвать отца небесного вот и поэтому видите я сегодня как и все разошлась начала говорить о рождестве рождестве иисуса милосердного и как вот так вот плавно перешла в во вовлечение в веру отца небесного пара то что какая происходит благодать когда человека вовлечен в веру отца небесного и чувствует вот это вот божественную благодать которая постоянно его жизни и ты начинаешь все время понимать что насколько насколько все грамотно и очень правильно создан наш мир и этот мир вносим хаос лишь только мы люди за что мы и платим потом за что нам и приходится потом все время отрабатывать отрабатывать наши вот неправильные действия и поэтому я конечно даже не удивляюсь что такое маленькое количество людей слушает мои видео эфиры потому что большинство людей как показывает жизнь они вовлечены что-то такое агрессивное и злое и они им правильнее им нравится больше вот в этом во всем крутится вертеться 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 и лишь только маленькое количество людей осознанных которая которая действительно начинает уже понимать 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 что что-то не то происходит в жизни и что-то нужно поменять глобальное чтобы их жизнь улучшилась я счастлива что вы заходите на мой канал это те люди которых привели ангелы-хранители потому что я знаю ангелы-хранители мне об этом говорят что те люди которые приходят смотреть твои видео эфиры это души которые вовлеклись вовлечения взаимодействие ангелы-хранители и вот через всякие подсказки они пришли на мой канал и смотрят данные эфиры я очень счастлива что вы есть потому что даже это маленькое количество людей как говорят ангелы-хранители она способна удерживать этот мир от перед нагрузки вот этого хаоса поверьте мне потому что если мы с вами будем хотя бы молиться даже вашего одного человека который молится за всю свою семью за близких родственников за всех кто есть членов вашей семьи уже даже достаточно того чтобы они попали под благодать отца небесного чтобы начали происходить изменения поверьте мне и попробуйте это делать и вы будете видеть как изменяются ваши дети как изменяются ваши близкие как происходит вот это вот колоссальная просто вот перезагрузка всей вашей родовое ветви вы способны это остановить даже один человек понимаете поэтому молитесь верьте и радуйтесь тому что у нас с вами сегодня произошло вот такое прекрасное благостное взаимодействие а еще хочу рассказать я я может быть сюда в этот эфир вставлю а то удивительную вещь который со мной происходило я когда записала там ну так в горизонт в горизонт вертикальном положении радостные свои эмоции но и так и не выставила честно говоря надо это взять и выставить на под новый год у меня очень много невероятных вещей происходило я говорил что я карта желания уже не не записываю ничего не делаю потому что мне просто достаточно походить по магазину просто какие-то вещи посмотреть и они ко мне в дом приходят я я даже этого немножечко пугаясь потому что но я понимаю что я во первых взаимодействие с ангелами хранителями не всегда даже как-то неудобно потому что когда ты веришь в отца небеса на и когда ты видишь что ты просыпаешься ложишься спать у тебя со здоровьем все более бы ненормально что твои близкие здоровы что там и ты только это мы благодарим 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 и тебе даже стыдно что-либо попросить дайте в свою жизнь раньше у меня того вот я там этого желая этого желаем сейчас мне даже стыдно потому что я так настолько счастлива что вот это вот все есть у меня хорошо и вот это сохранить только главное и как-то даже уже не можешь о чем-либо какие-то глобальные вещи себе представлять и думать правда это правда вот вы это осознанный человек так делает это действительно так и я значит у меня пошли подарки на новый год от детей такие колоссальные я в таком никогда не не получала один подарок есть из украшения и другой подарок денежный мужчина мне подарил день и денежный подарок пришел вообще картуру клиент а посмотрел мое творчество и сказал это тебе деньги для покупки твоих материалов я говорю нет а за что я тут причем это арту для вас сделано шлют я тут причем нет нет татьяна вы так красиво рисуете я жила я знаю сколько стоят эти материалы пожалуйста примите будьте добры примите эти это денежный такой подарок на новый год пусть будет это не на новый год на рождество она здесь на рецепт 25 декабря и вот прошу вас примите надо купить тогда значит и повесказал еще как какие потом мне нравятся вот эти точечные ваши рисунки я тоже может быть здесь запишу сейчас покажу что я рисую а вот и потом значит это пришла студентка мамы мамы студентки у нее три девочки они будут и по очереди все время девочек и она мне значит день денежный подарок я говорю что вы что у меня так сразу слезы мне я вы знаете я раньше вот ранее когда у меня не было вот таких взаимодействий с ангелами-хранителем да мне дарили подарки это но это как-то все было по-другому я иначе даже как я воспринималось благодарностью всегда до слез но тут у меня как-то все вообще просто как будто какая-то какая-то вот сила просто приходит и тебе говорит вот как бы компенсация за те годы когда ты был несчастный понимаешь когда тебе чего-то не было и это это просто что-то невероятная и она мне говорит вот это вот горит тебе подарок я думаю подарок мне мне говорят, да, да, это подарок, ты вот такая добрая, тебя дети любят, девочки так счастливы, что они к тебе ходят, и у меня прям из глаз слезы, знаете, отравлено, 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 я так сразу, у меня как-то слезы, и она мне говорит, я знаю, сколько это стоит, я знаю, что это очень дорого, я действительно в магазине покупаю качественные товары, чтобы они, чем мы пользуемся на уроках рисования, и вот она говорит, я знаю, сколько это стоит, поверь мне, и достает еще мне деньги, и еще мне дает, я просто не понимаю, как я раньше даже не могла бы и как-то взять, и мне было бы, я даже не могла представить, что мне кто-то может давать такие деньги, но я взяла, конечно, этот подарок, и я знаю, что ангелы-хранители говорят, что нельзя отказываться, это подарок, и человек делает от чистого сердца, потом другие ребятишки пришли тоже, и вот это вот все в какой-то денежной компенсации, как будто бы тебе за что-то когда-то, за какие-то твои голодные годы, когда у тебя ничего не было, не работал, ничего, и как-то раз и раз это все возмещается, понимаете, это настолько трогательно и приятно, и ты думаешь, ну как это вообще возможно, как это вообще возможно, и потом вот 31 декабря было такое удивительное событие, 31 или 30 декабря, мне позвонила утром женщина, 30 декабря позвонила женщина, ну я не взяла трубку, я не знала, что это женщина, потому что у меня был урок, у меня шел урок, и после урока, значит, приходит мне сообщение, вы, говорит, учитель рисования, вы ведете уроки рисования, я говорю, да, я учитель рисования, и написала, я ей приватный учитель, это то есть индивидуальные уроки даю, один на один с ребенком, и, значит, отправила свой инстаграм, говорю, посмотрите там, я думаю, что может быть клиент, кто-то ребенка хочет провести или как-то, хочу, значит, ей дать свои координаты, там пусть они посмотрят, кто я такая, а она мне пишет, я желаю сделать благотворительность вашей студии, подставьте себе, и я не поняла, сначала отправила Артуру сообщение, говорю, Артур, почитай, может быть, я что-то не понимаю, он говорит, нет, она хочет, желает подарить материалы для моей студии. Я была настолько шокирована, потому что, действительно, еще эти дни в семье учителя, студентов, родителей говорят, это все так дорого, ты такие уроки делаешь, я действительно не такие большие деньги беру за уроки рисования, хотя мы живем в таком районе, где это можно было бы брать больше, но я так считаю, как, насколько, вот я так считаю, да, не завышаю свою планку, и они вот такие вот подарки мне делают, сюрпризы. И я, когда вечером эта женщина сказала, можете приехать за материалом, который я для вас приготовила, забрать, мы приехали, там было 21 полотно, вот это художественное полотно, 21 холст, стойка для холста, краски, чернила, карандаши, сумка специальная для художников, очень такая хорошая, все, не хочу это хвалиться, но это все дорогой материал, на самом деле дорогой из дорогого магазина, из-за чего мне было это настолько трогательно, и потому что, ну, обычно еще как-то, если как, откуда-то как-то, ну, это из самого дорогого магазина, который у нас есть в Лос-Анджелесе, художественных материалов. И вот это вот все мне отдали. Вот, альбомы, значит, кисти, это люди, которые занимаются творчеством, они знают, как дорого это стоит. Люди, которые держат студии и занимаются с репетишками, они знают, как дорого это стоит. Вот, какие колоссальные деньги уходят на то, чтобы это все держать. И тем более вы видите, как я рисую, какие картины с репетишками, да, они действительно качественные, краски очень качественные, и я делаю так, чтобы они надолго у них сохранились, и полотны очень хорошего качества я покупаю в хороших магазинах. Вот, и это было, конечно, для меня сюрпризы, очень трогательно, и до слез, до слез. И я после этого, когда все забрала, домой привезла, разложила здесь в заль, поснимала. У меня слезы, слезы, слезы. Я все это записала, но я это не выставила. Нужно ли это выставлять или нет? Все мои эмоции, которые я испытывала, нужно ли это выставлять? Ну, я записала, потому что я была настолько, настолько растрогана, и я благодарила Отца Небесного, благодарила Ангелов-Хранителей, благодарила, 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 и продолжаю благодарить, и благодарю сейчас за то, что они вот так, вот такая благодать приходит в мою жизнь, понимаете? Это очень приятно. И для чего я вам это все говорю? Для того, чтобы вы знали, что взаимодействие с Ангелами-Хранителями, вовлечение в веру Отца Небесного – это есть благодать. Благодать для вас, для вашей души, для всего вашего семейства, для всего вашего рода, того, который ушел и который здесь еще на земле. Поверьте мне, это действительно так и есть. Если вы, хотя бы один человек, в вашей семье будет молиться, то будет благодать. У меня есть много людей, которые, которые вся семья молится. И какие трансформации происходят, а со здоровьем, какие тетушки мои, сестренки, двоюродные, вот двоюродная сестренка, мы взаимодействуем, она молится. И говорит, Таня, я без твоей молитвы из дома не выхожу, и мамулечка на ноги встала ее, и у нее какие колоссальные вещи происходят в жизни. Просто вы понимаете, что это только малая часть того, что люди мне пишут, потому что обычно я этих людей не трогаю никогда. Я им помогла, они приходят в мою жизнь, они у меня спрашивают какие-то моменты. Мы делаем взаимодействие с ангелами-хранителями, когда мы делаем сеансы, допустим, вот. То я все рассказываю, что нужно делать, 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 и они делают, и у них происходят эти колоссальные. Я потом вижу, слежу, или через полгода позвоню, спрошу, или просто сообщения от них получаю. Но я никогда к людям вообще ни одно расстояние вижу, понимаете. Мне до этого не нужно заходить и писать, и спрашивать ваши отзывы, или что. Мне это не нужно делать, я это все вижу, и я очень счастлива. А если вы сами мне пишете, и еще, как вот Леночка моя хорошая, прекрасная из Израиля, она мне всегда все так рассказывает и поясняет, что происходит у нее в семье. И я очень-очень благодарна, потому что это как бы вот, как бы твой ребенок, да, такой вот, не в плане того, что ты родил или как ты, а вот когда ты как к ребенку относишься, ты переживаешь, чтобы у него все было хорошо, да, чтобы он был жив и здоров, чтобы не болел. Вот так же ты со своими людьми, которые с тобой взаимодействуют и которые просят у тебя каких-то советов или что-то, ты тоже как за ребеночка и молишься, молишься, молишься за него и думаешь, что отец им беседы, да, им здоровье, да, им здоровье, только чтобы у них все было хорошо. Вот. Именно так я и живу, и именно так я о каждом из вас думаю. Вот Айсулу забыла ей сказать. Айсулу моя любимая, хорошая девочка из Красноярска, она из Горного Алтая, Аси Миндеева, ее фамилия Айсулу. Я извиняюсь, что я вообще так очень не часто отвечаю, потому что как-то немножечко, наверное, загруженность. Мне тоже, я много каких-то дел своих делаю, и не получается. Но я всегда о вас думаю, всегда молюсь, всегда читаю, слышу, чувствую, что у вас все хорошо. Вот. Милые мои любимые, замечательные, невероятные светлые души, я благодарю вас каждого, кто смог дослушать мой этот видеоэфир. Я, может быть, буду вот так вот выходить, не так, чтобы как-то по тематике, а конкретное что-то. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне задать там, допустим, что-то вот конкретно вас беспокоит, ну вот есть у вас вопрос, который вот вас беспокоит, вы не можете найти ответ. И если вы мне его зададите здесь в комментариях, то я вас спрошу, ангелов-хранителей, что они ответят на ваш вопрос, и что они могут сказать вам по поводу мира, мира Отца Небесного, взаимодействие с ангелами-хранителями, как и что происходит, или вот есть же у вас какие-то... Потому что у меня первое время было миллион вопросов, и они мне не заканчивались, не заканчивались, не заканчивались, не заканчивались. И они мне все время отвечали, отвечали, отвечали. И потом, когда вот эта картина мира у меня как-то сложилась в голове, и я... так мне стало благостно и хорошо, и я вот просто стала жить, и жить, и радоваться, и каждый день я знаю, что ангелы-хранители всегда... Вот со мной они... я что-то сижу, раз, пошла взаимодействовать, и начинаю с ними... Ну, у нас начинается с ними диалог. И есть такие дни, кстати, расскажу вам, когда ангелы-хранители говорят, что в эти дни, чтобы не было взаимодействия, потому что они очень... ну, такие есть моменты для мистика, которые не нужны, потому что идёт вовлечение, другие миры начинают проникать в моё пространство, потому что открывается... ну, так Вселенная работает, что вы видите и по животным, и по людям, по планетам, что какие-то моменты сильные взаимодействия, какие-то слабые. Вот у нас, у мистиков есть дни, когда начинается прям сильное на тебя давление других миров тоже. И они мне рекомендуют, что в эти дни воздержаться и быть более... ну, на молитве просто. Вот. И не входить вот в это взаимодействие, потому что я начинаю сразу принимать другие миры, и для меня же это плохо, потому что там всякая информация, которая не нужна для меня, вот, в моей жизни. Вот. И я начинаю грустить. Вы знаете, я вот начинаю себя ловить на мысли, что действительно это... мы действительно есть люди, сами себе не принадлежим, мы действительно взаимодействуем с мирами, и каждый раз, какая у нас приходит в голову мысль, она далеко не наша, потому что в тот день, когда мне говорят ангелы-хранители, чтобы я воздержалась от взаимодействия, только просто молилась, то я как бы отключена от всех миров и от взаимодействия с ангелами-хранителями, и я какая-то такая непрекаянная. Мне начинает становиться неуютно, понимаете, бездель. Ты вот как будто бы... ну, как бы тебе нужно, тебе нужно всегда вот чувствовать их... вот это взаимодействие. Тебе нужно. Это нужно не потому, что это какая-то такая у тебя мания, там, быть вот в этом всём. Нет, а именно потому, что ты понимаешь, что вот это вот твоя благодать идёт, вот всегда благодать, и всё какие-то правильные действия, правильное мышление, правильное поведение, правильные какие-то... Хотя и так уже у тебя вырабатывается, как у человека всё, и когда ты молишься Отцу Небесному, у тебя как-то и мыслей плохих, нехороших, и не приходит, поверьте мне, вы просто всегда только всё позитивно мыслите. Но именно вот это даже творческая составляющая, вот какая-то такая волна, такая волна, которая тебя всё время поднимает, возвышает, делает тебя другим человеком, не в плане отличимых от других, а именно тебе, в самом другим-то человеке. Потому что я, когда каждый день взаимодействия с ними, я себя чувствую очень возвышенно, мне, я как-то хожу под вот этим вот их... под их воздействием, понимаете, вот этим блаженным воздействием, и тебе так хорошо, и спокойно, и благостно, и вот приятно, и просто невероятно удивительное состояние. Я бы, конечно, желала, чтобы каждый из вас смог это хоть когда-нибудь почувствовать и ощутить, и понять, что это есть. И даже вот как Айсулу говорит, я, говорит, молюсь, и я так жду, чтобы это произошло, такое взаимодействие, но, говорит, у меня пока не происходит. Ну, говорит, я, говорит, надеюсь, произойдет Айсулу, произойдет. У меня подруга есть, Иришечка Браун, она, я не знаю, сколько времени прошло, но она молилась, 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 и потом она стала чувствовать энергию. Она стала чувствовать энергию, и вот эту энергию, которая у нее в руках, она просто начала исцелять свое тело, понимаете, у нее там где проблема, она эту энергию как бы трансформирует на свое тело, и на свои больные участки тела, и она прям чувствует, как это место начинает исцеляться. Понимаете, у нее это произошло, у нее тоже колоссальная вера, она всегда верила, она по этим знакам жила, она просто, ну вот в это, во все она вошла, и вот она живет вот этим, и у нее такая колоссальная вера, хотя мы до этого с ней очень долго еще, несколько лет взаимодействовали и разговаривали на эту тему, разговаривали, 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 и потом я вот вышла на вот такое вот сильное взаимодействие, а у нее оно вот немного другое, например, и оно отличается, и каждый человек, у каждого человека взаимодействие, оно разное, потому что не каждый человек, все люди разные, у них точки восприятия энергии совершенно разные, вы должны это тоже знать, и то, что я вам говорю вот так, это не значит, что у вас именно откроется так, оно может быть по-другому, но вы должны понимать, что какая-то колоссальная энергия, и вы ее все равно будете чувствовать руками, потому что здесь у нас все нервные окончания, и руки наши так созданы, как бы они мне объясняют, как вот цифровое плата, так, да, они мне объясняют, как вот цифровое плата, и на нем все вот эти вот жизненно важные точки, во-первых, для внутренних органов есть, а во-вторых, эти точки, которые считывают и принимают вот эту энергию вселенского вот этого божественного мира, вот, поэтому не зря эти есть всякие знаки руками, всякие движения руками, и это не я сейчас делаю, это делает ангел-хранитель, вот, поэтому если вы посмотрите древние картины, как он мне сейчас рассказывает, на которых нарисованы люди, мистики, либо какие-то, ну, святые люди, они в разных стоят образах, нарисованные с разными, с разным поведением рук, да, так что ли объясняют, вот, это все не просто так, раньше люди, когда не было этого цифрового мира, они были более, взаимодействовали с миром Отца Небесного, они были более открыты, и тогда они не могли этого всего рассказать, но они это все передавали в картинах, и либо люди, которые просвещенные были, сознательные, они это все на картины переносили, потому что они не могли донести людям вот таким, вот такой речевой форме, как я это сейчас вам рассказываю, потому что тогда люди не понимали, как состоит и устроена планета, что планета есть шар, что как, и поэтому тогда они себе придумывали божества, и их эти божества рисовали на стенах, на скалах, на картинках, где-то на листах каких-то, вот, ну, они все это делали руками, они все это чувствовали, и вот эти вот фигуры у них с этими, с изображениями остались, вот, поэтому я сейчас это все делаю, и это все не просто так, потому что это распределение, правильное, правильное, распределение энергии для уравновешивания поля, для регулирования поля вокруг тела, в общем, ну, такие, как это, так они мне объясняют, если, когда, вы знаете, когда я сажусь с ними писать, мне легче воспринимать информацию, потому что я тогда сам на сам сижу, с ними разговариваю, и это все они мне рассказывают, а когда я сижу с вами, разговариваю, и это все передаю от них, то немножко это сложно, но все равно, как видите, возможно. Если у вас есть желание, может, мы когда-нибудь сделаем прямой эфир, и вы можете в прямом эфире мне задавать вопросы, и я, может быть, смогу вам отвечать по поводу того, что ангелы хранители говорят. Если ангелы хранители мне дадут такое разрешение, возможность, то, может быть, мы сможем это задать, может быть, так вот. Все зависит от, как скажет высшая сила, да, да, и внутреннего состояния. Вот. Поэтому вот так. Милые мои хорошие, удивительные, слабые, замечательные, прекрасные и волшебные души, светлые, я желаю вам каждому жить в гармонии, в мире, в благодати небесной, и пусть вас окружают только люди добрые, хорошие, отзывчивые и благородные, и благодарные. Пусть в вашу жизнь приходит много света Отца Небесного. Любите Его, верьте Ему, доверяйте все свои сокровенные мечты, и все это будет в вашей жизни. Ангелы-хранители вам во всем помогут, они всегда рядом. Помните об этом и идите по пути света Отца Небесного. Отца Небесного. Узнайте, что Он все слышит, все видит и все о вас знает. Он есть Ваш Отец. Свет в мир благости мира и процветания. А с вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдзеева-Бурова. Благодарю Хранителя Души, который взаимодействовал со мной во время съемок видеоэфиров за все знания, за любовь, за все, все, что ты делаешь и меня и обучаешь. Благодарю, благодарю, благодарю. Милые мои, хорошие, любимые, замечательные. До новых встреч. Счастье была поделиться всем тем, что было у меня на душе. Милые мои, любимые, надеюсь, вам было очень хорошо в этот момент, когда мы с вами взаимодействовали. А самое главное, расскажите мне, вы чувствуете энергию? Способна ли она доходить до вас? Если да, скажите мне. Может быть, я сделаю такой сеанс. Попробуем, чтобы вы смогли ее почувствовать. Когда сильное такое взаимодействие, так и хочется поделиться вот этим всем счастьем и благостью. Люблю вас, люблю вас, люблю, люблю, люблю. Храни вас всех, Отец Небесный. Пусть Ангелы-Хранители вам помогают и ведут вас, подсказывая самый благостный путь путь. Пусть